Эти испытания настолько тяжелы, что к ним невозможно подготовиться. Уже в 6 утра первые бойцы появляются на плацу. Проверяют снаряжение, упаковывают противогазы и получают последние инструкции от старших товарищей. После этого объявляется старт-маш-броску. Темп взят очень высокий. Выдержать его оказывается многим не под силу. Кандидаты на краповый берет начинают сходить с дистанции уже на первом километре. Фамилия, брат? Драждан. Боевая экипировка бойца весит около 15 килограммов, поэтому бежать 12 километров с таким весом невероятно тяжело. К тому же матч-бросок проходит по пересеченной местности и горному склону. Чтобы запечатлеть все прелести испытаний, нашей съемочной группе тоже приходилось участвовать в матч-броске. Претендентам в краповике необходимо преодолеть водную преграду. Это настоящий стресс для разгоряченного организма. Водная преграда считается одним из самых сложных испытаний. Потому что амуниция бойца вся промокает и достигает веса около 20 килограммов. Бежать уже просто невозможно. От берега пошли! Давай, давай, давай! Во время переправы нельзя дать намокнуть противогазу. Иначе пройти следующее испытание, газовую атаку, не получится. Через устройство химзащиты будет просто нельзя дышать. Условия прохождения всего маршрута приближены к боевым. Впервые в испытаниях участвует спецнаст из Севастополя. В этом году в состав Росгвардии вошел крымский «Беркут». Офицер этого подразделения, получивший краповый берет за мероприятие в Крыму три года назад, очень рад, что оказался в рядах внутренних войск России. Система подготовки, обеспечения в Российской Федерации отличается кардинально от того, что мы имели при Украине. Два разных мер. Да, это абсолютно. Такое ощущение, что он на разную работу пришел. Хотя выполняем те же самые задачи. Чувствуется, что государство заинтересовано в том, чтобы сотрудник рос как профессионал. Инструкторы внимательно следят за бойцами и не дают им расслабиться. В качестве дополнительной нагрузки заставляют нести раненого товарища. А еще пройти гуськом или проползти по-пластунски. И все это прерывается постоянными отжиманиями от земли. Кажется, что конца этому не будет. Цель таких заданий – отсеять психологически неустойчивых солдат. А здесь должны были бойцы заняться приносим раненым. Говорят, что гораздо легче нести, чем когда тебя несут. Нет, работаем! Ни секунда без движения. Удается перевести дыхание лишь в те моменты, когда звучит команда занять круговую оборону. Нервы на пределе, сзади подгоняют требовательные инструкторы. Если отстанешь от группы – дисквалификация. Измотанные бойцы еле передвигают ноги от усталости. Видно, с каким трудом им дается каждый метр. Из 107 военнослужащих, вышедших на старт, до финиша добралось меньше половины. Теперь им необходимо сделать выстрел из своего оружия. Если испытуемый был невнимателен к своему автомату и забил его песком, то осечки не миновать. Заметно, с какой радостью и облегчением солдаты слышат заветный выстрел. Это значит, что удалось сохранить свое оружие в целости и можно продолжать испытания. Кстати, все участники состязания «Закраповый берет» – это военнослужащие спецназа. Они регулярно участвуют в контртеррористических операциях, защищая население нашей страны от боевиков-имбандитов. Многие из них имеют награды за мужество, проявленные в боях. Поэтому такое испытание, как штурм здания, у сотрудников сил спецназначения не вызывает затруднений. Норматив 25 секунд. За это время боец должен успеть выстрелить по цели из автомата или пистолета, а на другом этаже выбросить гранату. Не уложился в срок – не зачет. Третий этап – специальная полоса препятствий. Пройти ее нужно под разрывы шумовых гранат, стрельбу автомата и дым горячих покрышек. Зачет по скоростной стрельбе – дисциплина тоже не из простых. За 12 секунд нужно успеть сделать 6 выстрелов. Промазал по цели или попал в условного заложника, и дверь к краповому берету закрыта. Не все прошли. Один не прошел по разделу заложника. Патроном снят. Дальнейшим испытанием не допускается. Далее акробатика. Подъем из положения лежа, сальто вперед, удар с кувырком. Сложно поверить, что все это с легкостью делают военнослужащие после нескольких часов нагрузки. А еще демонстрация элементов рукопашного боя, после чего наступает решающий этап – спарринг. В этих экстремальных испытаниях самым сложным считается поединок. Уставшему бойцу необходимо сразиться сразу с тремя противниками. Если во время боя он был нокаутирован и левел себя недостаточно активно, то о краповом берете можно забыть. Кандидаты выходят на бой уже на ватных ногах. Им нужно продержаться без передышки три раунда по четыре минуты. При этом их соперники постоянно меняются между собой. Они свежи, полны сил и наносят сокрушительные удары. Кровь, разбитые лица, броски и падения. Обидно сойти с дистанции в шаге от финиша. Я готов еще раз. Ежедневно бойцы Росгвардии рискуют жизнью, участвуют в борьбе с терроризмом. За два последних квартала, по данным ведомства, на Северном Кавказе были ликвидированы 32 участника бандподполя. За прошлый год уничтожены 125 бандитов. Благодаря чему, например, Карачаево-Черкесия теперь один из самых спокойных регионов страны. Благодаря чему? Потому что боевики устали? Или, может быть, благодаря вам? Благодаря, наверное, как вам сказать? Это как-то получится, что сам себя похваливаю. Наверное, благодаря сотрудникам Росгвардии. Потому что молодцы ребята. Говорят, это не избиение, а проверка способности человека в экстремальных условиях. До конца дойдут только самые отчаянные. Те, кто победил усталость и боль. Я ждал. Я говорил, я ждал. Я ждал. Этот экзамен на прочность длился более пяти часов. Из 109 претендентов до самого конца дошли лишь 39 бойцов. Служу Российской Федерации и спецназу! Попасть, просто служить спецназе, это хорошо. А получить краповый берет, то есть он практически стал совсем другим человеком, с которого спрос будет больше во многом. Это те люди, которые может положиться командир подразделения, в первую очередь, поставить ему задачу. И он знает, что люди, имеющие краповый берет, они выполнят задачу. Победители получают новые облачения, как доказательство их выносливости и профессионализма. Дотронуться до их головного убора могут теперь только члены этого воинского братства. Остальным, в том числе и нам, журналистам, прикасаться к беретам нельзя. А можно посмотреть твой краповый берет? Ты можешь его дать, потрогать? Потрогать я могу только обладателю. Так нельзя. Головного убора нет, нельзя. А почему? Ну, потому что человек, который не имеет права в ношении крапового берета, он его не может брать в руки. Именно на этих людях с разбитыми лицами и дальше будет лежать ответственность по поддержке безопасности в стране. Поэтому их испытания на этом не закончились. Они только начинаются. Военнослужащим предстоит вернуться в места дислокации, чтобы противостоять возможным вылазкам террористов. Александр Петров, Александр Калинин, Дмитрий Давыдкин. Аналитическая программа «Постскриптум. Краснодарский край».